Всем привет дорогие друзья! И сегодня у нас будет близость с парфюмером Александра Карлин. С Александрой Карлин. Это парфюмер, который создал сливочно-древесный эксклюзив, я бы сказал. Почему эксклюзив? Ну, по мне нравится это звучание. Ну, может быть и не совсем эксклюзив. Довольно много похожих ароматов друг на друга, но каждый отличается своей изюминкой. Да, но с Александрой у нас сегодня будет близость. И этот бренд так и переводится как близость. О финансе. О финансе. Вот как звучит и у меня в руках сегодня тестер. Вот такой вот интересный флакон. Довольно-таки ничего необычного, но и в то же время очень приятен взору. И пришел этот сегодня ко мне флакон в тестере. И вот такая вот у тестера была упаковка. Так как я заказывал сборную солянку, положили мне вот в таком Made in France. Ну, ничего особого, чтобы просто не побился флакон. Так положили мне на фабрике. Но суть не в этом. Давайте перейдем непосредственно к самому флакону. Что у нас здесь? Эфиненс. Париж. И капля нарисована. Всем видно, думаю. Камера передает хорошо. Я бы не сказал, что флакон... Ой, что колпачок тяжелый или легкий. Нет, он не легкий. Ну, такой весистый. Ну, вполне ничего внутри колпачка у нас не наблюдается. Дальше что? Раз, два, три. Башня трехэтажная. Смотрим. Раз, два, три, четыре. Видите? Передает четыре грани. Четыре угла. Такая металлическая таблица идет. Тестер. Тестер. Кому-то не достался. Тестер какому-то магазину не доехал до полки. На полку не попал. Кто-то, может, даже не потестирует. Но зато потестируем мы с вами. Это уже под заказ привезли. С этой стороны ничего особенного нет. Самый обыкновенный флакон у нас. Тут ихняя фирменная наклейка. 79% Мада Ин Франс. 100 миллиграмм. Да, это сотка. Это сотка. Звучание довольно-таки приятное. сливочное ароматическое творение от Александры Карлин. Посмотрим, потестируем и посмотрим, что у нас в данном аромате будет звучать. Вот так. И оставим. Чик. Открывается, закрывается. Довольно-таки приятно, гладко. Чик. Входит и выходит. Довольно-таки гладко и приятно. Да, приятные, я бы сказал, можно на каждый день. Приятные, древесные, вечерние. Но подойдут в любое время суток. Ну, по мне, вот, древесина это вообще что-то вечернее, если не связано с цитрусами. А так, даже древесина такая дымчатая, сливочно-дымчатая такая. Вот это мое так работает восприятие. Что же у нас в данном флаконе? Вообще, это относится к цветочным, мускусно-древесным. Вот к чему у нас данный флакон относится. Данный, вернее, аромат. Что они нам положили внутрь. Что еще можно сказать о данном аромате? Верхние ноты, что раскрывает, я уже сказал, это сразу такая сливочная древесина. Какая-то сливочная древесина получается. Верхние ноты, это у нас рис, сандал. Ноты сердца, ирис, кашмиран. И, конечно же, база, это пачули. Хотя, почитав в данном аромате, что сандал, ну, сандал, да, древесина, то, что по мне вот именно это и держит данный аромат. Довольно-таки приятный. На самом деле подойдет как мужчине, так и женщине по сезонности, не имеющей сезонности. Ну, оставит данный аромат, оставит о себе приятное звучание, приятный шлейф. И, конечно же, не оставит вас без внимания. Как мужчину, так и женщину. И помним, что на мужчине и женщине любой аромат, любой внисекс раскрывается по-разному, по-особенному. И, конечно же, не забываем подбирать парфюм по своему чувствованию, по своему состоянию. Вообще, парфюм передает настроение, состояние носителя данного парфюма. Поэтому, по оценке 10 из 10, да, я ставлю 10 из 10. Стойкость вполне хватает на целый день. Довольно. Вообще, вот такой нежный, приятный древесный аромат. Древесно-сливочный, я бы назвал. Вот что могу сказать о данном аромате. Кто тестировал данную близость, кто имеет, кто имел или имеет близость с данным Сантал Басмати, с данным парфюмом, большая просьба, пишите, напишите, не ленитесь, напишите свое мнение о данном аромате, поделитесь, так как другие, те, кто не тестировал, но хотят потестировать, будут, я думаю, что вам наверняка будут благодарны. Не каждый имеет возможность потестировать, да и не всегда бывают какие-то миниатюры, не всегда бывают на полках в магазин. Данный аромат, вот сегодня я его посмотрел в интернет-магазинах, как бы в описании есть, а в наличии не имеется. Данный флакон, конечно, заказывали и его привезли. за что благодарен я Бро Парфюм розничному интернет-магазину, за то, что сами привозят, несмотря ни на какие санкции, границы, по мере своих сил они могут, конечно же, выполнить ваш индивидуальный, эксклюзивный какой-нибудь заказ. Ссылку как заказать оставлю в описании под видео и прошу еще раз вас делитесь своим мнением, кто тестировал или в данный момент использует данный аромат. Ваше мнение нам ценно. Ставьте лайки, дизлайки, не забывайте нажать колокольчик, сделать репост. Всем спасибо!